Ну хорошо, наша тема сегодня новые формы гражданского протеста как достучаться до власти и понятно, почему мы эту тему взяли поскольку встречаемся с Михаилом Борисовичем накануне такой масштабной акции как обещает нам открытая Россия, которую собственно инициировал наш сегодняшний гость вместе со своими коллегами эта акция под названием «Надоел», к ней масса есть вопросов не все в восторге от самого креатива но тем не менее, я так понимаю, что для вас это серьезная заявка на какую-то политическую жизнь как вы для себя определяете смысл завтрашнего выступления, Михаил Борисович? Мы долго думали с коллегами каким образом предложить людям возможность выразить себя в преддверии принятия Путиным или не принятия Путиным решение идти на четвертый срок при этом мы были поставлены в достаточно жесткие условия, потому что мы понимали, что власть может и скорее всего не согласует подобного рода акции то есть нам надо было предложить людям что-то такое что было бы законно с одной стороны а с другой стороны позволило бы выразить свое отношение именно поэтому мы придумали такой ранее не применявшийся немножко сложный формат когда мы предложили людям в индивидуальном порядке принести принести 29 числа в 14 часов в приемные президента в тех городах, где они находятся и в том числе в Москве личные обращения от граждан к президенту с изложением почему они не хотели бы чтобы Путин шел на четвертый срок мы считаем, что это люди могут сделать потому что с точки зрения закона такой индивидуальный приход с письмами никаким законодательством не запрещен в тех городах, в которых акция была согласована там она будет проходить с транспарантами с микрофонами и так далее там, где она не согласована люди просто индивидуально придут со своими обращениями к президенту А что значит обращение? Это что, просьба? Дорогой Владимир Владимирович убедительно вас просим или как? Или мы требуем? Как это называется? Каждый человек имеет возможность в этом и прелесть данной акции что каждый человек имеет возможность выразить свое отношение к ныне действующему президенту так, как он хочет Я бы лично, если бы ему писал я бы, конечно, писал бы уважаемый Владимир Владимирович потому что человека занимающего пост президента моей страны я априори должен демонстрировать к нему уважение но тем не менее уважаемый Владимир Владимирович пожалуйста, не ходите на четвертый срок потому что то, что вы сделали за 17 лет никаким образом не стимулирует нас потому, чтобы быть под вашим правлением 25 лет Михаил Борисович, Алексей Винюдиктов а вот скажите, пожалуйста мы говорим о том что того допустить к выборам того не допустить к выборам а вот кого-то не допустит к выборам получается, что вы осуществляете давление к одному потенциальному кандидату, чтобы он не шел на выборы вот выборы покажут кто кому надоел совершенно верно мы считаем, что мы можем попросить Путина в нынешней ситуации принять такое решение для себя потому что это решение было бы полезно на наш взгляд и для него лично и для страны в целом я уж не знаю что он ставит на первый план мы видим, что если он пойдет на эти выборы то с учетом того как на сегодняшний день организована вся эта выборная катавасия у нас в стране он конечно на этих выборах победит но ни для него ни для страны от этого ничего хорошего не будет то есть правильно я понимаю что вы считаете что для страны было бы лучше чтобы от партии власти пошел другой человек и Володин лучше чем Путин и Медведев лучше чем Путин и Патрушев лучше чем Путин правильно и Сечин это вам специально лучше чем Путин да я правильно понимаю Опыт показывает, что любая сменяемость власти лучше, чем власть несменяемая. А выберут ли наши граждане на честных выборах Путина? Здесь мы с вами должны понимать, что скорее всего выберут, потому что на сегодняшний день он наиболее популярен. Выберут ли они на конкурентных выборах Путина? Здесь мы с вами уже можем сомневаться. А выберут ли они Сечина или Патрушева? Здесь, по-моему, у нас сомнений нет. Не выберут. Ну почему? Я вот с вами не согласен. Потому что когда в 2008 году обсуждался вопрос там у них, и вы, наверное, я понимаю, что вам тогда шли отрывочные в узилище сведения, но когда обсуждался вопрос, кто же пойдет от партии власти, значит, был предложен Медведев, и его избрали с очень хорошим результатом. Что вы думаете, что если от партии власти, от российской бюрократии, там от Чубайса до Сечина, скажем так, да, не будет предложен Патрушев, Сечин, Медведев, Володин, его не выберут. Путин поддержит и выберут. Какая разница? Я еще раз хочу повторить, что я говорю именно о честных выборах. В том числе, если мы говорим о честных выборах, то мы говорим о выборах конкурентных. Мы говорим о выборах, на которых люди имеют возможность принять участие. Но даже если это все откинуть в сторону и сказать, лучше ли будет, если Путин не пойдет сам, а поставит в качестве представителя партии власти для участия в этих выборах какого-то иного человека, пусть даже лично мне неприятного, я убежден, что это для страны будет лучше. Потому что сменяемость власти всегда лучше. Посмотрите, что на сегодняшний день произошло с Путиным. Сначала у него было то окружение, которое было самым близким. Это позволяло Путину представлять себе ситуацию в стране и иметь возможность коммуникации, обратной связи с обществом. Потом выстроился второй круг. Потом выстроился третий круг. На сегодняшний день я абсолютно убежден, что Путин, даже получая информацию, не имеет возможности ее точно оценить. Потому что вся его так называемая референтная группа состоит из тех людей, которые уже скопились вокруг него и которые материально заинтересованы в том, чтобы он оставался у власти и продолжал ту политику, которую он ведет. А эта политика заключается в, я уж извиняюсь, но все-таки в разграблении страны. Мы об этом поговорим обязательно. Ты хотела спросить по подставу под дубинку. Да, на самом деле тут очень важный момент, поскольку вы, ваши коллеги призывают людей выйти на улицы и действительно люди выходят каждый лично от себя. Я так понимаю, что это очень важно понимать, что это личная моя ответственность за мой поступок, когда я принимаю решение выйти. Но уже сегодня у нас есть информация, что задерживают представителей Открытой России во время, просто они там раздавали листовки. По-моему, 12 или 14 человек арестованы, уже задержаны в Петербурге. Понятно, что задержания будут только продолжаться, а завтра уж тем более. Вот здесь каким образом все-таки людей защитить? Есть такая возможность у вас или у вашей команды? Ну что ты вежливо говоришь. Вы понимаете, что, возможно, вы выводите людей под арест? Да. Потому что то, что было во время Болотной, да, мы видим, как режим репрессирует теперь довольно случайных людей. Только 26 марта. Да, совершенно верно. Вот какая там ваша ответственность тех людей, которые призывают или организовывают, неважно? Мы долго выбирали, как я вам уже говорил, выбрали тот формат акции, который с точки зрения закона людей не подставляет. Вот то, что они будут делать, а именно идти с личным обращением в приемную президента, это совершенно законно. Вопрос, будут ли правоохранительные органы, наустьканные соответствующими чиновниками, пытаться людям помешать, сделать этот законный шаг или не будут, это, конечно, их выбор. Может ли быть проявлен полицейский беспредел в этот день, когда люди несут личные обращения в приемную президента? Может. Михаил Павлович, давайте я просто, чтобы не быть голословным, я просто вам процитирую то, что сказала уже московская полиция официально. Призывает жителей Москвы воздержаться от участия в несанкционированные протестные акции «Открытой России». И дальше цитата МВД, полиции и власти Москвы официально предупреждает, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокации, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу личной безопасности. То же самое обращение было 26-го числа, 26-го марта, и мы знаем, какие были последствия. Они либо лгут в данном конкретном случае, либо недопонимают. Поскольку акция не была санкционирована, акция, а именно демонстрация, то все плакаты, все лозунги убраны, и людям предложено идти в индивидуальном порядке. Это является совершенно законным, когда люди в свой выходной день, в индивидуальном порядке, несут обращение в приемную президента. Если полиция им будет в этом препятствовать, она действует незаконно. И этих людей, естественно, будем защищать в судах. Может ли нынешняя полиция действовать незаконно? Да, мы знаем, что она может действовать незаконно. Но если люди будут молчать, то ситуация будет такая, как вот сейчас с этими пятиэтажками. Не правовой закон приняли? Ну, не правовой. Все это прекрасно понимают. Но если бы люди молчали, так бы это и продолжалось. Вот сейчас, когда люди не молчат, делают на вербальном уровне, пока аккуратненько, шаг назад. Я убежден, что если люди сейчас будут успокоиться, будут молчать на эту тему, то все пойдет по прежнему пути. Я бы хотела еще обратить внимание на саму дату, 29 апреля. Потому что вот буквально, вот сейчас вспоминаем, месяц назад была акция Алексея Навального против коррупции. И это была, естественно, масштабная акция. Народа было очень много. И очень много вышло людей, которые раньше никогда не выходили. Прежде всего, молодежь, на что обратили внимание. Прежде всего, в том числе, представители власти. Теперь, на 6 мая согласован митинг на Сахарова, насколько я помню. Да, митинг, посвященный юбилею, извините за это выражение, годовщине, пятилетию событиям на Болотной площади. Нет ли тут такого ощущения, что вы с вашей завтрашней акцией, что называется, размываете протест? Зачем так дробить, когда можно выйти всем вместе и один раз? Интересный вопрос. 26 марта люди вышли на акцию. И это было очень хорошо. Я убежден, что в нашей стране время для проведения массовых акций – это наилучшее время. Это весна и осень. Тем более, мы сейчас находимся на этапе предвыборного года. Раз в месяц выходить на масштабные акции было бы правильно. Именно поэтому мы поддержали и ту акцию, которая назначена на 12 июня. То, что на 6 мая люди хотят провести некую памятную акцию, касающуюся Болотна, я об этом узнал несколько дней назад. И после акции 29 числа, в зависимости от того, кто из наших людей в каком положении будет находиться, мы, естественно, примем участие в этой акции. Я считаю, что на 15-миллионный город, ну, я имею в виду с учетом Московской области, естественно, те десятки тысяч людей, которые выходят в связи со своими предпочтениями на ту или иную акцию, это вполне нормально. Весна, предвыборный год – то время, когда нужно, необходимо сказать власти то, что мы ей хотим сказать. Потому что, если мы ей не скажем сейчас, если мы этого не добьемся даже в предвыборный год, потом будет поздно. — Михаил Борисович, у меня вопрос чуть вбок, но тоже про это мы с этой темой еще не сходим. Вообще люди придают большое значение символам. Вот и вы сидите на фоне российского триколора. Я думаю, что найдутся люди, которые скажут, что он сидел на фоне власовского флага. Вот. Ну, как-то надо трактовать эту историю. — Но я сегодня встречался со студентами МФТИ, элитный вуз, и среди прочих вопросов, мы про разные говорили, был вопрос, а как вы думаете, спросили меня, а вот те символы, которыми обозначена акция 29-го числа, я не имею в виду только наклейки, надоел, я имею в виду фон, на которых эти наклейки, вернее, они имели студенты. — Сиськи, короче. — Да, сиськи, да. Это вот как, вот ты думаешь, меня спросили, как вы думаете, вот как Ходорковский к этому может вообще относиться? Я говорю, ребята, я спрошу, я спрошу у Михаила Борисовича. — Я соединяюсь к вопросу. — Да, это действительно серьезный вопрос, потому что символика — это серьезный вопрос. Михаил Борисович. — Я хотел бы обратить внимание, что это все-таки придумали не организаторы акции, и то, что появляются самые разные использования символа «надоел», мне скорее нравится, чем не нравится, хотя, наверное, я бы этот символ в такой форме использовать не стал. Но, тем не менее, у каких-то людей, у молодых людей свои взгляды на эту проблему. Я тоже читал разную реакцию на вот эту фотографию. Ну, что можно сказать? Ну, по моему мнению, красивая женская грудь — это всегда прекрасно. — А чья эта грудь, неизвестная, Михаил Борисович? — Я спрашивал, между прочим. — Да. — Узнаете хоть чье? — Хорошо, это журналистское расследование мы потом проведем. Ладно. Я возвращаюсь к символам. Объясните, пожалуйста, нам в вашем понимании, что запретил Минюст, что Минюст объявил нежелательным, какой из открытых России, что это вообще за три организации, и какое движение или организация, или что не является нежелательной. Потому что вот есть бренд «Единая Россия», да? Вот она из чего состоит, и что теперь нежелательно? С точки зрения Минюста, конечно. — Единая Россия вся нежелательная. — Это понятно, да. То, что касается открытой России, то существует общественное движение, общественно-политическое движение «Открытая Россия». Оно не зарегистрировано, но оно является российским по своему членству. И оно не имеет счетов. Оно расположено только в России. И у него председатель есть, Соловьев, вы знаете. Значит, к этому движению на сегодняшний день претензий нет. Более того, по… — У российских властей. — У российских властей. — Именно к российскому, да? — Да, пожалуйста. — Именно к российскому. По тому закону, который применила генеральная прокуратура, вообще претензий к российской организации быть не может. Претензии предъявлены к тем техническим организациям, которые мы создавали за пределами Российской Федерации для того, чтобы выполнять технические функции, связанные с функционированием в том числе и движения «Открытая Россия» и других подразделений, которые занимаются общественно-политической деятельностью вместе со мной. Это решение, на мой взгляд, неправовое, естественно, но поскольку это закон, мы этот закон будем выполнять. С того момента, как принято это решение, никаких взаимодействий между зарегистрированными за рубежом и признанными нежелательными организациями и теми организациями, которые работают в России, не будет. — Еще один вопрос. А где вчера и сегодня были обыски? В каком из движений? Которые желательные, нежелательные? — Поскольку эти нежелательные так называемые организации в России не представлены, о чем, к слову, Министерство юстиции заявило, а в России представлено только российское движение «Открытая Россия», которое нежелательным быть не может по определению, потому что оно российское, закон предусмотрен для иностранных организаций, то обыски, конечно, были именно в российском общественно-политическом движении «Открытая Россия». — Можно сказать, что факт обыска — это признание? — Ну, оно, как и всегда, у этой власти кривое. Я вот здесь вот прочитал основание для обыска, был анонимный звонок, что там, в помещении этого движения хранится экстремистская литература. — Ну, товарищи, ну, честное слово, ну, постыдились бы уже, да? — Ну, можно было сделать наклейки «Не надоел», например. — Слушайте, у нас в Казани пять суток дали человеку, который выступал за Путина. — То есть? — Ну, у нас наш координатор движения в Татарстане выступил с баннерами, где он благодарит Путина за то, что Путин сделал. — Это издевательственное, он просто издевался. Они же услышали интонацию, услышали. — Ну, формально-то он благодарил, я уж извиняюсь, это уж, так сказать, он же правду сказал о том, что дети вот этих вот наших уважаемых чиновников, которые получили свои места, ну, они же благодарны за свое будущее Путину. — Конечно. — Ну, так вот он с этим плакатом и вышел, да, что, так сказать, благодарим тех, кому Путин позволил быть вне закона. Вот, так его за это арестовали. Так что надоел, не надоел, без разницы, знаете, мы знаем, что вы имеете в виду. — Да, да, да. — Но, тем не менее, именно после того, как вы объявили об этой акции, началось вот такое достаточно открытое давление на открытую Россию по всем фронтам. Вот и эти обыски, про которые мы говорим, и признание нежелательным ту или другую открытую Россию, это никого уже не волнует, потому что название одно и то же, тут попробуй разберись. Да, ну и сейчас вот я хочу вам сказать, не знаю, знаете вы или нет, что сегодня обещали на РНТВ показать кино интересное под названием «Либералам черным налом», в котором расскажут, как открытая Россия подбирает свою элиту, то есть там вот, как что-то они там, какие-то схемы коррупционные раскопали. А вопрос мой вот в чем. Значит ли это что, эта акция, возвращаясь к ней, да, она действительно представляет некую угрозу для нынешней власти? — Я, естественно, вместе с нашим штабом мы провели некую социологию. И результаты этой социологии, они нас поразили. Я думаю, точно так же, как они поразили и Кремль, который имеет те же самые данные. Провели мы ее только по Москве, мы не смогли по всей России провести. 40% наших сограждан, я имею в виду москвичей, заинтересованы в той или иной форме принять участие в акции, при которой они обращаются лично с президентом, с требованиями и обращениями. 40%. На улицу готовы выйти более 10%. Это радикальное отличие ситуации от той ситуации, которая была год назад. Год назад эти цифры были меньше в пять раз. Я не говорю, что это какая-то наша заслуга. Это просто заслуга Путина. Это его личная заслуга. Вот так за год изменилось общественное мнение. Они посмотрели, они офигели, и они начали предпринимать меры для того, чтобы минимизировать эту ситуацию. Но ситуация-то отсюда никуда не денется. В предвыборный год значительная часть людей, значительная часть граждан, не только готова выступать против нынешнего режима, но и не боится говорить об этом социологам. А социологов, как вы понимаете, у нас все считают агентами ФСБ и так далее. Социологи люди в штатском. Я знаю. Михаил Варючевич, вы заговорили о предвыборном годе, году. Я просто не помню, говорили ли вы или нет. Вот это такое напряжение на выдвижение кандидата от оппозиции между Навальным и Явлинским. Какой здесь рецепт ваш, возможных кандидатов? Кандидатов кандидата, я бы сказал так. Я считаю, что на нормальных конкурентных выборах должен участвовать любой человек, который считает для себя, что его выдвижение правильно и для него лично, и для страны в целом. Вот Путина мы просим не выдвигаться, потому что мы считаем, что и для него лично, и для страны в целом это не полезно. То, что касается и Явлинского, и Навального, то мы считаем, что если они выдвинутся, то они должны быть зарегистрированы. Мой вопрос был, Михаил Варючевич, немножко не в том, потому что есть разные предложения. А давайте Явлинский и Навальный проведут праймерис, там еще кто-нибудь, и они пойдут, и пойдет один. Я не понимаю вашей позиции, оба или один? Что лучше для страны в целом? Вот мы этот вопрос у нас на конференции задавали Леониду Волкову. Леониду Волкову, это, напомню, второй человек у Навального, правильно? Да. Леониду Волкову. Да, который, выступая перед нашей конференцией «Открытая Россия», рассказывал о тактике своего предвыборного штаба, того штаба, который он возглавляет. Его позиция была в том, что на сегодняшний день вопрос стоит о регистрации, а все остальные вопросы мы будем решать в декабре. Поэтому конференция приняла решение, что мы поддерживаем то, чтобы Алексей Навальный был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Если бы Григорий Алексеевич Явлинский обратился с той же просьбой, я думаю, что конференция приняла бы решение поддержать и его. Хотя мне надо говорить не за конференцию. А не нам за конференцию, я вас спрашиваю. То есть вы считаете правильным на этом этапе, чтобы оба были зарегистрированы? Зарегистрированы должны быть все. И Явлинский, и Навальный, и кто еще. А дальше будет дальше, да? А дальше в декабре, да? Дальше будет дальше. То есть можно еще раз уточнить, потому что мы обсуждали эту новость, что Михаил Ходорковский публично поддержал кандидатуру Навального на выборах грядущих президента Российской Федерации. Однако поддержать регистрацию Навального – это совсем другое, чем поддержать кандидата Навального. Я хочу напомнить, что я выступал в данном случае в двух ипостасях. Господи! У нас есть кто в трех, а вы в двух. А вообще у нас тут девять. Я выступал от себя лично, это было в октябре прошлого года. Мы проводили такой конкурс вместо Путина, и там победителем оказался Алексей Навальный. Поэтому я сказал, что я лично, как человек, я по результатам этого конкурса обязательно поддержу Алексея Навального, его, когда и если он будет зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года. Конференция приняла другое решение, она решила поддержать регистрацию. Ну давайте остановимся на... Напомним, да, что в программе 2017 у нас Михаил Борисович Ходорковский. Ваши вопросы плюс семь, девять восемь пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Не забывайте подписываться. Мы с Ксенией Лариной и Михаилом Борисовичем Ходорковским вернемся в студию через пять минут после новостей и рекламы. Возвращаемся в программу 2017. Напомню, что сегодня с нами Михаил Ходорковский, основатель общественного движения «Открытая Россия». Здесь в студиях «Эхо Москвы в Москве» Ксения Ларина и Алексей Венедиктов. И вот я бы хотела вопрос задать от наших слушателей, которые пришел на наш сайт, продолжая тему гражданского сопротивления. В России мы видим различные протесты граждан, пишет наш слушатель Владимир. Дальнобойщики, жители пятиэтажек, не получающие зарплаты, против коррупции, против политического преследования, много разных других, как одиночных, так и коллективов. Скажите, пожалуйста, почему они все действуют разобщенно и не поддерживают друг друга? Я бы не согласился с тем, что все не поддерживают друг друга. По крайней мере, «Открытая Россия» поддерживает все те акции, которые нам кажутся по достойным поводам. Вот, например, акция дальнобойщиков, несомненно, по достойному поводу, и мы ее поддерживаем. Акция сейчас людей по поводу пятиэтажек в Москве, она по достойному поводу, и мы ее обязательно поддерживаем, и она является частью тех требований, которые завтра принесут президенту Российской Федерации. Мы поддерживаем те акции, которые проводят все демократические партии, потому что мы считаем, что это правильно. Люди должны ощущать, что они являются согражданами, что у них есть голос, и что этот голос слышат. — Михаил Борисович, извини про дальнобойщиков, но все-таки, Михаил Борисович, были бы вы премьер-министром, вы бы тоже Платон водили бы. Вы же рыночник. И вы бы тоже, будучи мэром Москвы, расселяли бы пятиэтажки, если бы у вас были финансы, что они сыпятся. — Есть очень понятная разница между тем, что делало бы демократическое правительство, которое зависит от людей, и тем, что делают чиновники, которые зависят только от одного человека в стране. Демократическое правительство перед тем, как ввести или не вводить тот или иной налог, проводило бы общественные слушания, выясняло бы мнение граждан, обсуждало бы, каким образом это сделать, наилучшим образом, а потом, после этого обсуждения, после голосования представителей граждан, реальных представителей, а не назначенных Кремлем, — да, бескомпромиссно вводило бы то, что было бы решено. Был бы решен проект в той форме, в которой он решен на сегодняшний день, или в другой форме, я не знаю. Но я убежден, что очень многих людей с Платоном взволновало даже не то, что это новый налог, хотя это тоже многих взволновало, а то, что понятно, что эти деньги будут использованы бесконтрольно и в значительной части будут украдены. Они пойдут на улучшение качества дорог, когда люди, платя дополнительные деньги за тонну-километр, одновременно сокращают свои затраты, потому что у них, например, подвеска меньше бьется на этих самых дорогах. То же касается и пятиэтажек. Несомненно, вопрос о расселении аварийных домов стоит везде и всегда. Но сколько обсуждений проходит в демократической стране по такому решению? Было бы ни одно обсуждение, как вот мы знаем в других городах, 5-6 обсуждений с гражданами проходят. После этого, опять же, избранные гражданами представители принимают решение, и в этом решении нет того уродства, когда людям говорят, что вы в течение 60 дней без суда выезжаете. Ребята, здесь вопрос даже не только о квартирах, хотя о квартирах, конечно, тоже, да? И во-первых. Это вопрос вообще о праве частной собственности в стране. Зачем вообще государство существует? Современное государство существует в основном для двух конкретных целей, ну или главные задачи. Защита жизни и защита собственности граждан. Здесь государство говорит, да мы плевали на собственность. Вы обратите внимание, в Москве это не первый раз. Первый раз, когда собственность была названа бумажками, это вот тогда, когда с ларьками делали. Это подрыв фундамента государства. Кстати, а почему, на ваш взгляд, когда сносили павильоны, вот мы их по-прежнему называем ларьками, но давайте вспомним, что там не ларьки были, а там были вполне себе полноценные ларьки, да, и павильоны, полноценные здания, тогда никакого бунта, по сути, не было, никакого сопротивления. А мой вопрос такой, не то, что такое, сколько терпения может испытывать и терпение народа власть, нет. А когда социальный протест соединится, объединится с политическим, когда этот момент настанет? Я считаю, что наше общество двигается к этому моменту. На сегодняшний день, и мы это знаем по событиям в столетней давности, люди изначально не видят прямой связи между их насущными проблемами и тем государственным устройством, которое имеется в стране. Но это быстро, и понимание этого быстро проникает к людям, тем более сейчас люди образованные, люди изучают историю в школах, люди, многие с высшим образованием, люди очень быстро поймут, что слова «Путин не знал» на 17-й год его правления, или 18-й уже, Путин не мог отреагировать, но без него же чиновники решили. Товарищи, давайте мы тогда будем избирать этих чиновников, а не назначать их. Черт, и откуда? Когда они понимают, что они перед гражданами ни за что не отвечают. — Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, а как вы видите переход от нынешнего государства к тому демократическому государству? Давайте поговорим побольше на эту тему, потому что то, что было в 12-м году, вы сами говорите, изменилось многое, да, изменились возможности, изменилось гражданское движение, или оно стало другим. Как мы видим, другие люди пришли в него. Как вы видите вообще возможность перехода? Вот Владимир Владимирович отречется и уедет на Афон, а Дмитрий Анатольевич, как в свое время Никита Сергеевич или Михаил Сергеевич Горбачев, начнет проводить реформы изнутри, да, и станет великим реформатором. Ну, условно, Медведев, скорее всего. Как вы вообще увидите, или это должна прийти впервые в России, впервые в России, совершенно не связанная с предыдущей правящей бюрократией, другая бюрократия? Бюрократия, в смысле, не бюрократы, а чиновничество. Я не верю в то, что какой-нибудь царь или герой проведет в России необходимые реформы. Это такого не может быть, и главная проблема, я считаю, в этой части в нашей стране, что у нас все время сначала возникает надежда в хорошего царя, потом этот царь кунает всю страну в дерьмо. Опять возникает вера в хорошего царя, и опять кунается вся страна в дерьмо в конечном итоге. В вопрос в институтах. Как произойдет переход? Как вы думаете, как произойдет? Как может произойти, скорее всего, переход? Как произойдет, не знаем. Но что является возможным? Давайте скажем, как я надеюсь. Давайте сначала надеетесь, а потом, как возможно. Давайте две версии. Я надеюсь, что переход произойдет путем того, что на выборах будет избран другой президент Российской Федерации. Этот президент Российской Федерации созовет конституционное совещание, предусмотренное у нас в Конституции. Аналог круглого стола в Испании после правления Франко. Я думаю, что аналогия вполне, так сказать, уместная. Можно мне от команды президента Путина задать вопрос, а нам это зачем? Вот та часть элиты, которая сейчас находится у власти, то есть большая значительная часть, вы только что сами говорили о том, что она многим обязана президенту Путина и тем правилам, которые установил президент Путин. Мне это зачем, что называется? Зачем мне нужно менять конституцию? Вот я бывший премьер, я бывший председатель Верховного Суда, я бывший министр внутренних дел, я бывший или действующий, я губернатор. Мне это зачем, если я доволен? Алексей, давайте так. То есть мы с вами априори считаем, что это такое дерьмо, для которого будущее страны значения не имеет. Ну там разные люди, по-разному понимающие будущее страны, по-разному. Давайте тогда договоримся таким образом, что... Вот он меня дерьмом назвал, губернатора, министра, председателя Верховного Суда. Не, ну на самом деле мы можем видеть будущее страны по-разному. Поэтому... Значительная часть из этих людей, будучи образованными людьми, понимающими, что в 21 веке страна с несменяемой властью не является успешной, люди, понимающие, что страна со сверхцентрализованным управлением, которое лежит... С каких там у нас, 8-9 часовых поясов? Ну 8, да, или 7 сейчас даже. Ну не важно, да не важно, да. Значит, не может являться успешной, вот эта часть людей может действовать из, знаете, громкое слово, но из патриотических соображений. Другая часть людей, для которых патриотизм – это способ зарабатывания денег, будет действовать из соображений безопасности. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что российское общество, оно в него встроен такой, вот, знаете, переключатель. Вот оно терпит, 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 потом этот переключатель срабатывает, и общество теряет чувство самосохранения. И после этого правые и виноватые оказываются на столбах. Но не думать об этом, наверное, было бы очень глупо и самонадеянно, имея такую историю, которая есть у нашей страны. Поэтому часть людей будет поддерживать такие изменения из соображений патриотических, просто потому что они хотят, чтобы страна нормально развивалась. А другая часть – по боязни, потому что они будут бояться, что иной путь смены власти тоже возможный. Он гораздо более для них лично неприятный. – Михаил Борисович, но тем не менее, Владимир Путин, он все-таки эти атмосферные явления, он улавливает, потому что он же предлагает нам посадки, пожалуйста, я сажаю не только либералов и нарушителей общественного порядка. Вот у меня тут губернатор сидит, тут у меня сидит министр, пожалуйста. Я к нам встречу обществу. – Генерал ФСО, Генерал ФСБ, Генерал ЖД. – Наше общество, оно в этом смысле очень доверчивое и наивное. И на эти грабли мы тоже наступали и верили каждый раз, что это всерьез. – Люди, конечно, верят. Конечно, какое-то время их можно этим отвлекать. Но дальше люди видят, что те, кто на самом деле являются главными бенефициарами вот этого вот неправового государства, они остаются на своих местах. Ведь очень правильное в свое время высказывание этот творец сингапурского чуда сказал, что я должен был сделать выбор. Между тем, я сделаю своих друзей участниками списка Forbes или я построю нормальное государство. И я сделал выбор в пользу нормального государства. Как в интернете пошутили, поскольку, говорит, он сделал этот выбор, ну что мне оставалось, сказал Путин. – Ну да. Да, такая печальная шутка на самом деле. – Можно мне задать один вопрос, который просили вам задать наши слушатели по поводу взаимоотношений с Украиной. неожиданный такой переход, но мне кажется, тоже он важен в контексте нашего разговора с меняемостью власти и изменения системы. На ваш взгляд, как дальше будет развиваться вот эта история? Продолжится ли агрессия со стороны России? – Ну, он не начальник генштаба, честное слово. – Ну, по ощущениям. – Нет, вопрос в том, во сколько, извини, я переделал вопрос, во сколько украинский синдром и украинская история при переходе, на который вы надеетесь, от государства авторитарного, государства демократического, будет висеть на нас гирей, включая Крым. – Это несомненная история, которая будет висеть на нас гирей, потому что неправовое поведение за пределами своих границ порождает неправовое поведение у себя в границах. Это совершенная огромная ошибка, вследствие которой разломался потенциальный союз между Россией и Украиной, который бы обязательно был. – Это гигантская драма в семье славянских народов. Вот я это по-другому не воспринимаю. Я считаю, что это антинациональное поведение, которое было продемонстрировано. С этим придется что-то делать. – Вот слово «что-то» здесь абсолютно центральное. – Правительство переходного периода не будет иметь полномочий для того, чтобы принять какое-то решение, потому что любой президент или любое правительство, пришедшее непосредственно после ухода Путина, не будет полностью легитимным, потому что со сложившейся правоприменительной практикой, со сложившимся законодательством, честные выборы провести невозможно. Ну, невозможно. Для этого нужен переходный период, для этого нужна политическая реформа. Через два года по результатам политической реформы будут проведены честные выборы. И на этих честных выборах люди должны будут проголосовать за тот или иной путь развития страны, в том числе и в вопросе взаимоотношений с Украиной. Моя личная точка, что та политическая сила, которая придет с идеей безусловно отдать Крым и заплатить компенсации Украине, не наберет необходимого количества голосов россиян для того, чтобы провести эту линию в жизни. Значит, нам предстоит вместе с украинскими властями искать решения, которые можно было бы предложить украинскому и российскому народу, которые бы эти люди приняли. Я не являюсь специалистом международной политики. Я не могу сказать, что нужно принять то или иное решение. Но я считаю, что таких вариантов международная практика на самом деле предлагает не так мало, начиная от Силезии и заканчивая Гибралтаром, Гонконгом и так далее. Вариантов в мировой практике есть много. Решения возможны, только надо хотеть. И здесь необходимо будет движение с обоих сторон. Потому что если украинское общество будет настаивать на бескомпромиссной позиции, то такого решения предстоит ждать весьма долго. А при компромиссах с обоих сторон решение может быть найдено достаточно быстро. Но еще раз я хочу сказать, что мандат для такого решения должно дать российское обществе. Послушайте, как же оно может дать мандат, если оно не давало мандат на решение этого вопроса, на присоединение Крыма, на агрессию против Украины? Это потом заставили поддержать, как мне кажется, продавили, заставили, придумали эти... Единогласное решение Госдумы и Совета Федерации. Ну как? Избранное. Еще раз, давайте так. В авторитарной стране общество можно не спрашивать. Ему можно навязать свое решение. Но если мы строим демократическую страну, то мы не можем подходить с такой же меркой. Мы должны дать возможность высказаться тем людям, которые считают правильным одну позицию, дать возможность высказаться и вести агитацию той части общества, которая занимает иную позицию. Дальше общество принимает решение и дает правительству соответствующий мандат на проведение политики. Ну тогда получается какая-то шизофрения, Михаил Борисович. Ведь часть общества, которая поддерживает имперские амбиции нынешнего руководства и захвата чужих территорий, будь то Крым или другая часть Украины, или часть Грузии, что мы уже прошли, это общество не пойдет по демократическому пути. Значит тогда все ваши мечты об изменении системы, они останутся мечтами. Значит тогда и вас общество не поддержит. К моему счастью, значительная часть российского общества, которое не до конца, тем не менее, занимает правовую позицию по вопросу Крыма, а по вопросу демократизации страны, занимает позицию абсолютно современную. То есть они бы хотели жить с независимыми судами, с сильным местным самоуправлением, с полномочным парламентом, но при этом Крым наш. Ну вот что с этим поделаешь? Что с этим поделаешь? Что с этим поделаешь? Ну, правовое воспитание, вопрос долгий. С людьми надо работать. Другое дело, что должна быть поставлена цель, что мы должны построить правовое государство. На сегодняшний день цель стоит иная. Мы строим сегодня не правовое государство, а мы строим сегодня авторитарное государство. В этом разница. — Михаил Борисович, в связи с тем, что у нас осталось 3,5 минуты, не могу вас спросить, вот про что. Не очень понял вашу позицию. История касается Московской, раз вы проводили опросы, выдвижением кандидатов кандидата Дмитрия Гудкова. Мы видим, что вы его поддержали, но его отнюдь пока не поддержал, как я понимаю, ни Парнас, ни Яблоко, ни Навальный. И получается, что он кандидат-то ваш? Открытая Россия, та, та. И вот тот-то он будет нежелателен, я думаю. Дмитрий Гудков кандидат свой. Он провел здесь, насколько мне известно, большую конференцию муниципальных кандидатов, муниципальных депутатов. Там присутствовало достаточно много людей. В том числе присутствовали и те люди, которых мы планируем поддержать в качестве муниципальных кандидатов. Я убежден, что демократические силы обязательно поддержат Дмитрия Гудкова на том пути, который он собирается пройти. Иное было бы просто совершенно нелогично и неправильно. Но от того, что другие такого решения не приняли поддержать, это не означает, что мы, наше движение, такого решения принять было не должно. Мы его приняли, мы это решение будем отставить. Две минуты у нас до конца. Я вернулся бы к началу нашего разговора и мой вопрос к Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Что вы будете считать успехом завтрашней акции «Пойди к президенту» и что вы будете считать неуспехом завтрашней акции? Ну, во-первых, я вам должен сказать, что уже сегодня мы убеждены, что успех у этой акции состоялся. А все уже, можно не ходить. Власть отреагировала остро. Власть понимает, что ей это больно. А люди начали понимать, во всяком случае, больше людей, чем раньше, стало понимать, что проблема не в конкретном чиновнике, с которым они столкнулись по жизни, а со всей системой, которая порождает такое отношение к людям. Тем не менее, я надеюсь, что, несмотря на все те препоны, которые власть ставит, завтра тысячи людей по всей стране придут в приемные президента и принесут свои обращения к президенту, где объяснят, почему они не хотели бы, чтобы Путин шел на четвертый срок. Я надеюсь, что и в Москве в 14 часов милиция не будет мешать людям идти по иллюзии. Идти к президенту. Идти в приемную президента к тем людям, которым платят наши деньги за то, чтобы они принимали обращение к президенту. Из какого бесу людей туда с этими обращениями к президенту не пускать. Они что, хулиганить идут? Они идут отнести свои обращения. Неужели президента уже так обложили, что даже письма к нему пропустить боятся? Это мы увидим завтра. Спасибо большое в программе 2017. Алексей Виндиктов, Ксения Ларина и Михаил Борисович Ходорковский. Спасибо большое. Спасибо.